Красавец, отличник и лицо российского военно-морского флота. Эскадренный миноносец беспокойный, пожалуй, один из самых знаменитых кораблей за рубежом. На его счету десятки международных морских учений, а все иностранные делегации, которые посещают Балтийский флот, первым делом попадают на борт этого эсминца. Однажды беспокойному даже доверили оберегать английскую королеву во время ее визита в Санкт-Петербург. По слухам, монарша особа осталась довольна своим экскортом. Чем же заслужил эсминец такую славу? Моя коллега Мария Семенова побывала в городе Балтийске, что в Калининградской области. Она и расскажет. Беспокойный во всех смыслах. Этот эсминец буквально на днях вернулся из дальнего похода. Но отдыхать тут никто не собирается. Мы поддерживаем постоянную благотонность корабля. Мы о нем заботимся. Несмотря на то, что мы стоим, в ближайшее время вроде как-то не обещают. График у всех 350 моряков плотный. Это и специальные тренировки, и многочасовые вахты. И неизвестно, что сложнее. К примеру, рулевой Илья Белоконь должен проводить за штурвалом не менее 4 часов подряд. Руль, правый набор? Есть правый набор. Ни кресла, ни даже табуретки. Рулевой обязан всю вахту стоять. Моряки уверяют, только так можно сохранить полную концентрацию. А звук падающего тела, если что, сразу предупредит остальной экипаж, что рулевому стало плохо. Но такое бывает редко. Ни капельки не устаешь, потому что перед тобой море, дают команды. Ты не постоянно одно и то же стоишь, и вот в одну точку смотришь. Надо быть внимательным, постоянно за всем следить. Если матрос не на вахте, значит на тренировке один из главных элементов борьба за живучесть корабля. Возгорание кабельной трассы на совом машинокотельном отделении. Осмотреться по отсекам. Командирую БЧ-5 организовать разведку очага пожаром. Доложить предложение по борьбе с пожаром на совом машинокотельном отделении. Пожар на корабле хуже пробоины. Первым делом экипаж должен остановить распространение огня. Температура палубы и переборок повышается. Температура палубы и переборок повышается. Начать охлаждение палубы. Пока одна из команд пытается удержать пожар в пределах одного отсека, вторая облачается в огнеупорные костюмы и приступает к тушению самого очага. Огонь ни при каких условиях не должен добраться вот до этого помещения. Сердце беспокойного. Мощнейшая турбина. И работает она, как и древние паровозы, на воде. Но силе этого агрегата может позавидовать даже самый дорогой спортивный автомобиль. Всего мощность 100 тысяч лошадиных сил. Что позволяет кораблю развивать скорость максимально. 32 узла. Это порядка 60 километров в час. 60 километров в час только на первый взгляд немного. Но если учесть, что водоизмещение беспокойного 8 тысяч тонн, небольшая скорость начинает вызывать уважение. Военный корабль, которому нужно решать поставленные задачи, возможно догнать, обогнать, подскочить куда-то. Поэтому необходима такая скорость. Не меньше уважения вызывает и вооружение корабля. Две пушки АК калибром 130 миллиметров способны натворить бед любому кораблю в радиусе 24 километров. Скорострельность у нее тоже довольно-таки высокая. Порядка 90 выстрелов в минуту. То есть стреляют они эти стволы довольно-таки быстро, несмотря на то, что может показаться, что это довольно-таки громоздкая и медленная пушка. А на самую крупную дичь у беспокойного припасено 8 уникальных ракет «Москит». Они летают со скоростью «Тримаха», то есть втрое быстрее звука. Достаточно для уничтожения корабля противника. Ну, порядка одной-полутора ракет. Эсминец беспокойный, полностью отвечает своему названию. Жизнь здесь не останавливается. И даже глубокой ночью, когда корабль спит, на вахте остаются матросы, которые никогда не снимают тельняшек. Морские кошки охраняют эсминец от сухопутных крыс. Мария Семенова, Антон Казаков, Александр Науменко. Программа «Союзники». Калининградская область. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на сайте тройное WMIR24.TV. Но я напоминаю, программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19.40. Не опаздывайте. Продолжение следует...